Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 2 мая, вот мы пережили сегодня морозную ночь, минус 4. Все у нас прекрасно. Про заморозки, как сохраняю я томаты, был сегодня такой вопрос, в комментариях расскажу позже. Сейчас, когда я уже почти все высадила в этой теплице, то есть теплица номер 1, где у меня высажены ранние посевы и которую я высаживаю для получения раннего урожая. У меня почти готово. Вот вчера муж мне помог, мы даже разложили вот эти капельные ленты. Про капельный полив я потом расскажу, завтра или послезавтра. Первый год пользовалась им, мне понравилось, но тут есть свои нюансы. У меня было вначале много трудностей, с чем вы можете столкнуться тоже я расскажу, кто ни разу не пользовался. Сейчас я буду, вот сегодня и завтра, снимать такие маленькие короткие видео, видео ответы на вопросы, потому что есть вопросы, на которые не ответишь, не показывая. Вот на реальном примере буду прям заходить в теплицу, объяснять и показывать. Это то есть и про схему посадки, уплотнённое, неуплотнённое, и про ширину дорожек, шахматный, не шахматный порядок. И вот я хочу вам рассказать свой план, какие видео вопросы, то есть видео ответы будут сняты у меня сегодня и завтра. И вы услышите, будет ваша тема или нет. Вот сегодня я буду снимать тему уплотнённая схема посадки. Тут Елена Игнатюгина спрашивала, потом Елена Шутеева спрашивала, именно сколько прохода, какая схема посадки. Я вот сейчас прям принесу план и буду всё это рассказывать. Потом сегодня же буду показывать про томат демидов, потому что много вопросов. Зачем я высаживаю томаты, которые предназначены для открытого грунта, почему они у меня в теплице, больше ли они дают урожая, это отдельная тема видео, я вам всё расскажу, покажу. Сегодня же будет тема, вот расскажу, как согреваю в теплицах, потому что высадка ранняя. У меня вот Людмила Шипелева спросила, как я согреваю томаты в морозные ночи. Я расскажу, где какие обогреватели. Вот сегодня была включена и самодельная печка на опилках, и инфракрасные, и ветродуйки. Всё мы пережили, минус 4 мороз. Где-то пришлось укрыть там, где нет обогрева. Потом будет видео, Елена Баранова задала вопрос, можно ли садить по 2 томата в одну лунку в шахматном порядке. Это я сейчас прям сразу расскажу. Потом будет тема, во сколько стеблей формировать вот именно вот эти низкорослые, если они у нас в теплице. Потому что схема формирования томатов в теплице в открытом грунте, она немного различается. Потом, как формировать вообще томаты в теплице, не только низкорослые, а как желательно или как предпочтительнее, как это делаю я. И потом я вам покажу сегодня же, какой резкий рывок дали томаты высаженные, несмотря на то, что у нас плохая погода, несмотря на то, что тут было и пасмурно. Я вам покажу для сравнения, которые рассада я уже высадила. И вот за несколько дней, как она уже прижилась, как она дала резкий рывок, и которая осталась в стаканчиках. Но вот это видео сейчас первое. Я начну с вопроса, который задала Елена Баранова. Вчера я рассказывала, что я высаживаю по два томата в одну лунку. И вопрос был такой, можно ли при такой посадке два томата в одну лунку высаживать в шахматном порядке? В шахматном порядке высаживают многие, независимо от того, два томата в одну лунку или одиночные. Сейчас для тех, кто не понимает, я расскажу, зачем мы делаем шахматный порядок. И про себя скажу, что у меня тоже вот в этой теплице, в данном случае, высажены в шахматном порядке. То есть, это как, вот смотрите, вот две у меня лунки. И вот в этот промежуток, вот эти 40 сантиметров расстояния между ними, как раз высажена, расположена лунка в следующем ряду. То есть, если мы посмотрим вот так сверху, видите, две между ними это. А между этими двумя, вот они две, вот это. Зачем мы так делаем? Мы так делаем для того, чтобы растения с этого ряда не заслоняли солнце для этих. То есть, в просвет между этими двумя лунками солнечный луч попадает и ровно как раз к этой. И следующие также. Вот тут у меня два, две лунки высажены. И если вот в этот просвет пойдет солнечный луч, то он упрется как раз вот в эту у меня луночку. Я высаживаю в шахматном порядке. И для чего это делается, я вот рассказала, для того, чтобы солнце поступало. Но это необязательное условие. У меня иногда не получается в шахматном порядке, потому что, смотрите, здесь у меня расстояние одинаковое. Тут 40 и тут 40. А иногда бывает, что здесь расстояние маленькое, а здесь нам, мы вынуждены делать 50 или 60. Это зависит от сорта томата, от его кустистости, от его строения. Если он занимает больше места, то мы делаем больше отступ. И тогда уже шахматный порядок у нас никак не получится. Поэтому, если вот отвечать коротко на вопрос Елены Барановой, то да, высаживать можно, если вам позволяют вот ваши предложенные обстоятельства. Например, если вы и тут 40, и тут 40, у вас получится шахматный порядок. Вот у меня в этой теплице получился. В другой теплице у меня высажено не шахматным порядком, потому что, ну так получилось там. Где как получится, так там и высаживаю, как удобнее. Вот еще раз повторю, что если бы здесь было расстояние другое, то и здесь я не смогла бы сделать шахматный порядок. Поэтому я всегда на первом плане высаживаю самые низкие, чтобы даже если не в шахматном порядке они высажены, чтобы они вот сюда тень не загораживали. Но тут же еще у нас дорожка 40-50 сантиметров. Так что никогда никаких проблем с солнцем нет. Тут главное даже не высадить шахматным порядком или не высадить там на достаточном расстоянии. Тут самое главное прореживать вовремя вот эту всю зеленую массу. Вот сейчас же они, все они сейчас культурные, все они такие аккуратные. Но потом они начинают вести себя, ну как немного безобразничать, они же начинают разрастаться, переплетаться. И тут самое главное, даже важнее вот этого расположения в шахматном порядке или как-то не давать им зарастать, прореживать и внутри не только низ убирать нижние листья для проветривания, но и средний ярус. Я показывала в прошлом году, в среднем ярусе тоже нужно прореживать листья, которые внутрь идут, а не наружу, которые не на солнце. Их нужно убирать, вырезать по пол пластины, по треть листа. Все эти технологии давно уже отработаны. Дачники, у дачников на вооружение они уже много-много лет. И если вы будете вовремя посынковать, вовремя прореживать крону ваших томатов, то как бы вы не посадили, хоть шахматным порядком, хоть нет, солнце будет поступать и не будет недостатка солнца. Но высаживать в шахматном порядке предпочитают многие, именно вот из-за того, чтобы прям прямые солнечные лучи попадали на следующий ряд. Все, до свидания. Я надеюсь, я Елене Барановой ответила очень подробно. И также эта информация будет полезна всем другим начинающим нашим огородникам.